Уважаемые друзья, сегодня у нас с вами открытая лекция. Хотя, впрочем, я должен сказать, что формат, наверное, гость сам уточнит и предложит тот, который устроит одновременно и его, и вас. Я имею в виду возможность задать вопросы, получить ответы на проблемы, которые вас будут волновать в связи с услышанной лекцией, возможно, еще связанные с тем, что вы посчитаете нужным уточнить. Итак, открытая лекция «Научная коммуникация в открытом доступе». И я под ваши бурные аплодисменты приглашаю сюда, на эту сцену, заведующего кафедрой новых медиа и теории коммуникаций, факультета журналистики МГУ имени Ломоносова, президента Ассоциации интернет-издателей Ивана Ивановича Засурского. Спасибо. Если у вас есть возможность, смотрите, есть такое знаменитое правило 5 или, иногда говорят, правило 10 тысяч часов. Американский есть такой писатель, Малькольм Гладвелл, может быть, вы слышали о нем, может быть, вы читали его книжку. У него по-русски выходила книжка, называется «Гении и аутсайдеры». И у него есть такая история, то ли про 5, то ли про 10 тысяч часов, на самом деле это не так важно. Принцип важен. А принцип такой, что если заниматься чем-то с полной самоотдачей, 5 или 10, так наверняка, тысяч часов, то вы в этой сфере становитесь гением. Вы достигаете глубокого понимания того, что такое, не знаю, профессия, специальность там и так далее. Но есть одна проблема, что когда мы учимся чему-то очень так сосредоточенно и полностью этому себя посвящаем, то мы на самом деле попадаем во что-то вроде эффекта тоннеля. То есть, если вы знаете такие ученые, которые всю жизнь какую-то изучают проблему, им иногда в конце жизни особо не с кем даже бывает поговорить, потому что они так долго роют свой тоннель куда-то, так глубоко копают, что потом рядом не оказывается никакой живой души. Но, тем не менее, речь не об этом. Следующий слайд. Вот я на самом деле хочу сказать немножко про другое. Я хочу сказать, откуда берутся инновации. Вот есть такой еще интересный очень ученый, который я вам хотел порекомендовать, Мануэль Кастерс. Его считают Марксом 21 века. Он сделал такую замечательную трилогию, которая называется «Информационная эпоха». В ней три книжки, они все замечательные. Я вам всем советую их прочесть. Есть перевод на русский язык. Но до этого, до того, как он написал эту трилогию, которая сделала его таким научным классиком, он довольно долго исследовал инновации. И в частности он исследовал технополисы. Вот под Казани, по-моему, есть такой наград, да? Как так? Иннополис. Да? Ну вот он исследовал уже там, в принципе, вы знаете, не секрет, что давно уже, десятки лет правительства разные во всем мире пробуют делать такие города и всякие специальные проекты, которые бы стимулировали инновации и все в этом роде. И он это исследовал. Какие работают, какие не работают. И вот его выводы, что с его точки зрения специфику инновации определяет именно способность генерировать синергию. То есть, грубо говоря, когда вы пошли по своему туннелю знаний, да, прошли там 5 или 10 тысяч часов, у вас появилась какая-то компетенция, вы что-то можете, умеете делать, да? И потом к вам приходят какие-то идеи из смежной области. К вам приходит какая-то новая свежая мысль. В этот момент, это то, что я называю суперкомпетенцией. В этот момент у вас появляется такая способность порождать инновации. Вот еще немножко я тоже поговорю по всяким результатам исследований. Вы знаете, ничего такого, я вам сверхновых каких-то знаний, к сожалению, сегодня не даю. Я даю просто такие, знаете, классические ссылки на классические труды разных ученых. Вот еще один очень интересный ученый Эверет Роджерс. Он в свое время исследовал, каким образом распространялись инновации на примере гибридных сортов кукурузы. Когда американские фермеры Среднего Запада стали засевать себе гибридные сорта кукурузы, он обратил внимание, что распространение этих сортов происходит неравномерно. И в принципе ситуация была относительно такая научно чистая. То есть одни и те же примерно условия у всех фермеров. Одна и та же кукуруза гибридная. Одинаково хорошо ее, по большому счету, было сеять. Помните, это те самые времена, когда Хрущеву понравилось, что кукуруза хорошо в Америке растет. То есть одинаковые примерно условия, одинаковые результаты у тех, кто это использует. Но почему-то не все это делают сразу. Если бы я рассказывал на примере не то, как кукуруза сеется, а если бы я говорил о моде, как инноваторы встраиваются в моде, вот эта кривая, она бы была похожа больше на круг. Понимаете, да? Что вот самые отстающие, они иногда, или так скажем, самые франты, самые инноваторы, они иногда выглядят, как будто они больше всех отстали. Но суть, опять-таки, не в этом, суть в другом, что традиционная кривая, которую он исследовал, распространение инноваций, книжка его называлась Diffusion of Innovation, я не знаю, по-русски она есть или нет. Но смысл такой, что вот эта кривая, она лежит в основе всего маркетинга. Весь современный маркетинг строится на вот этом, скажем так, делении аудитории на различные группы. В зависимости от того, какой жизненный цикл у вашего продукта, какое у него место на рынке, насколько его хорошо знают, вы понимаете, благодаря Эверет Роджерсу, с чем вы работаете. Но, опять-таки, здесь не поэтому находится это. Я хочу просто сказать, что на самом деле, как новая информационная среда, интернет, она так ускоряет процесс познания, что при определенных условиях это может занимать не годы, а месяцы. Даже при том, и дни, а иногда часы. То есть, при том, что может сохраняться такая же структура взаимодействия с информацией, аудиторией, то есть люди точно так же, одни сначала реагируют, потом другие, потом третьи. Но все происходит так быстро, что, в принципе, мы называем этот эффект информационной сверхпроводимостью, когда информация очень быстро распространяется. И применительно к научным текстам мы постарались выделить, какие же есть свойства у этих произведений, которые могут определять их информационную сверхпроводимость. Вот, например, если вы знаете эффект электрической сверхпроводимости, его когда открыли, его открыли на сверхнизких температурах. При минус 270 никакого сопротивления электричества не встречают. Потом с помощью подбора разных материалов, технологий научились достигать того же эффекта при минус 100. И сейчас, когда кто-то там в Америке делает, не знаю, систему электроснабжения, которая, вы понимаете, что все равно, когда имеешь дело со сверхпроводимостью, довольно дорого получается, потому что нужно гелиевое охлаждение, там еще что-то, но на минус 100 это уже, по крайней мере, имеет какой-то смысл, потому что такие низкие потери, что эту энергию можно, условно говоря, использовать как раз для того, чтобы охлаждать это все. Опять-таки, к чему я все это говорю? Я говорю к тому, что применительно к информационной сверхпроводимости тоже есть определенные условия, которые очень важно выполнить. Эти условия тоже, может быть, не такие простые, по крайней мере, нужно знать о том, что их нужно выполнить, и мы постарались их суммировать. Ну, во-первых, конечно, должен быть открыт и полный доступ к текстам, да, чтобы какие-то знания, какая-то информация легко распространялась. Если она скрыта, если вы ее не видите, это значит, что, по большому счету, ну, она не будет так легко распространяться, она будет распространяться долго и тяжело, как ей положено, да? Значит, соответственно, для того, чтобы она была в открытом доступе, открыты полные тексты, самый лучший инструмент, который сейчас используется, тот, на котором работает Википедия, я имею в виду правовой инструмент, это открытые лицензии. Называется Creative Commons, еще, может быть, чуть подробнее, попозже я про это говорю. Значит, что это дает, когда легально, то есть под открытыми лицензиями, да, с Википедией, например, может это как-то интегрироваться, то есть Википедия, когда в одном правом режиме, она легко берет к себе эту информацию, да? Значит, что дает, когда полный текст онлайн? Ну, это дает машиночитаемость. А что дает машиночитаемость? Машиночитаемость приводит к тому, что эти тексты очень легко обрабатываются поисковыми системами, причем не просто какими-то экзотическими научными поисковыми системами, при которых вам нужна отдельная лекция, как ими пользоваться. Нет, это появляется в Яндексе, это появляется в Гугле, это появляется как бы везде. И когда это все так легко доступно, это тоже легко можно делиться в социальных сетях. В ВКонтакте, в Фейсбуке, как вам удобно, хоть в Одноклассниках. Вы можете всегда эту информацию легко распространять, потому что она таким образом опубликована, что с ней очень легко взаимодействовать и человеку, и машине. Вот, чтобы понять, насколько, в принципе, сейчас мы все находимся в очень сложной ситуации, и в чем, собственно, проблема с авторскими правами, мы используем вот эти два графика. Это первый из них. Это репрезентативное исследование, которое было сделано в Америке на Амазоне. Мы взяли книжки и посмотрели определенную выборку, достаточно репрезентативную, примерно как социология. Знаете, не всю страну опрашивают, а небольшую группу, но по ней делают репрезентативное исследование. Так же с книжками поступили. И выяснилось, что значительная часть книжек, которые публикуют издатели и переиздают, относятся, на самом деле, к таким необычным временам. Я бы не предположил, что это будет 1870 год по 1920. Но это связано с спецификой американских законов об авторских правах. Дело в том, что в Америке это очень длинное авторское право, 95 лет после смерти автора. Это самое длинное в Америке, в Мексике, в странах, в которых Америка повлияла. Поэтому у них 20 век для издателя практически недоступен. Почему? Потому что когда ты издаешь то, что перешло в общественное достояние, это и есть самый простой способ выполнять вот эти условия, о которых я говорил. Потому что если произведение уже не охраняется, значит полный текст опубликован. Этот полный текст опубликован так, что его легко индексируют и поисковые машины, и кто угодно на свете. И издатели тоже могут его издавать, потому что он уже не охраняется. Поэтому люди всегда имеют доступ к классике. Даже в Америке, при том, что огромная копирайка. А почему 20 век? Ну, потому что там нужно спрашивать разрешение правообладателя. А ты пойди найди, чью это книжка вообще. И тебе нужен агент. Агент, как известно, всегда жадный, потому что это его работа. Там, да, ты начинаешь торговаться с агентом, выясняется, что тебе нужно инвестировать там тысячи долларов в эту книжку, которая еще не вышла, и ты не знаешь, сможет ее продать или нет. Поэтому издатели просто не сморачиваются с 20 веком. Они особо его не издают. Они больше, потому что это уже не новинка. Ты не знаешь, продашь ты Роджера Желязно, еще 5000 этого тиража. Или просто кто-то купит 10 книжек, и у тебя это будет гнить на складе. То есть издатели не связываются с этим. Получается, что наступила такая странная эпоха, когда издатели на самом деле не так уж сильно серьезно справляются с передачей информации через время. В частности, возникает эффект такого слепого пятна копирайта. Потом все удивляются, почему избрали Трампа. Но они 20 век не читают. У них ничего не было этого. Они готовы это все повторить. Понятно? И так это устроено. Для того, чтобы не устраивать в жизни что-то, нам иногда достаточно прочитать об этом историю. Правильно? Если мы имеем доступ к человеческой культуре на последнем слове развития нашей цивилизации, то многие уроки уже усвоены. Нам не обязательно повторять их. Если же у нас нет доступа к этой культуре, к этой информации, значит, мы будем находиться там, где наша голова. А наша голова там, где наше чтение. А наше чтение, если мы в Америке, это вот последние новинки, немножко что-то из 90-х и много-много-много классики. Окей? И издатели тоже зарабатывают на этом. Это довольно странно. Необычные выводы. Давайте, ну если вам кажется, что в Америке дела плохи, давайте посмотрим, что у нас творится. Мы называем этот слайд «Братская могила». Здесь это реальные данные из книжной палаты. Это уже не такое исследование, как там репрезентативная, выборка. Это конкретные факты. Вот как переиздавались в России книжки разных лет. Вы знаете, у нас очень сложная была история в прошлом веке. Вот недавно, буквально несколько дней назад, мы отметили 100-летие революции, да? Ну, 100-летие революции, после него, как вы знаете, вот это была, вот где-то в районе революции, чуть раньше, чуть позже, был всплеск, когда печаталось много произведений. И, в принципе, какие-то из них до сих пор переиздаются. Видите, 20-е годы. Такой столбик повыше, да? Потом вы можете заметить, вот теперь. Видите, вот теперь здесь есть. То есть какие-то из этих произведений тоже продолжают переиздаваться сейчас. Потом, видите, в 90-е был такой всплеск, да? Помните, в 90-е как много всего печаталось? Вот какие-то книжки до сих пор переиздаются. И 2000-е. Ну, здесь, наверное, 2010-е будут выше столбик, просто они не кончились еще тогда. Но смысл не в этом. Смысл в том, что по этому графику видно отчетливо, насколько короткая у нас память, и как мало, в принципе, наш издательский бизнес, как мало наша информационная система, на самом деле способна нам дать из нашей культурной памяти. Как мало, на самом деле, мы имеем доступ к знаниям. То есть когда кто-то говорит, ой, сейчас мракобесие, так много развелось. Ну, оно не то, чтобы... Нет никаких людей, кто в этом так сильно, может быть, виноват. Просто проблема в одном, мы немножко потеряли нашу память. И американцы, конечно, ее потеряли, и другие народы потеряли, потому что происходит смена платформы. Обычная, аналоговая, издательская платформа на цифровую. Но это не идет ни в какое сравнение, как плохо у нас все. Потому что у нас, смотрите, революция, значит, после этого много грамотных людей убили, да? Другая куда-то уехала. Значит, потом гражданская война еще. Значит, если кто-то там грамотный не уехал, значит, его могли убить еще раз, пожалуйста. Значит, потом Великая Отечественная война, да? Тоже людей из школ, из институтов только начали учить всех чему-то. Опять всех забрали, отвезли на фронт, всех убили, да? Потом, смотрите, дальше, что у нас там? Значит, в 70-е годы все уехали куда-то, да? Кто там тоже читать умел? Не то, что все, но какая-то часть. Ну, еще дальше люди в 90-е уехали наукой заниматься, там куда-нибудь на Запад, допустим, да? То есть, получается, что у нас, мы такие доноры, мы весь 20-й век, мы кому-то что-то все время отдаем, а в итоге мы все потеряли, что у нас было. Потому что что-то забылось, что-то там произведения какие-то не переиздавались давно, вышли из оборота. Каких-то людей убили так, что никто даже не помнит, что они написали, где это лежит. Каких-то людей убили так, что их нельзя найти теперь, кто автор этих произведений, кто наследник, и непонятно, трогать их нельзя. Потому что есть риски, как в Америке, да? Издаш, прибегут, вот в Америке стоит 150 тысяч долларов защититься просто. Тебе хорошо, если иск подадут, ты на юристов потрачишь 150 тысяч долларов, чтобы отбиться. Понятно, почему люди не берут это все, да? Ну и в России также издатели не берут. Может быть, не такие большие расходы отбиваться от правообладателей, но действительно засудить могут. Да? Поэтому у нас сложилась ситуация, при которой наша память и мы живем в разных мирах. Наша память лежит на бумаге. Вот, это все. Но это еще полбеды. А что у нас происходит с высшей школой? Вот, в принципе, где, по идее, должны знания как-то передаваться из поколения в поколение и так далее. Ну, честно говоря, в высшей школе, на самом деле, очень сложная ситуация. Высшая школа сама оказалась в такой изоляции. Вот, по данным исследованиям высшей школы экономики, на самом деле, им не удалось установить какую-то связь между академической успеваемостью и уровнем зарплаты. Ну, то есть, с какими-то поправками там в каких-то странах, но обычно все-таки есть соответствие, да? Двоечник, может быть, не так хорошо зарабатывает, как отличник, но не в России. Да? В России пока эта связь... А для девушек, может быть, отрицательная связь, да? Чем больше учишься, тем меньше платят. Я все равно стараюсь в этом что-то хорошее видеть. То есть, в принципе, мы все идем в общество, где нам придется меньше потреблять, вот, больше заниматься, может быть, какими-то приятными вещами. Может быть, эти девушки просто, они так находят себя удачно в жизни, что им не нужно так много зарабатывать уже. Вот, они получают более высокого уровня удовольствия. Но, тем не менее, если, так сказать, серьезно говорить, то связь, на самом деле, между высшей школой и реальной экономикой, и реальными потребностями работодателями во многом потеряна. Точно так же, как потеряна память. Следующий слайд. То есть, на самом деле, что произошло? Произошла, как бы, девальвация ценностей дипломов. Ну, в принципе, это же неудивительно. Если у людей нет знаний и нет доступа к знаниям, то, когда они выходят, они к чему-то, конечно, подготовлены, они как-то что-то умеют делать. Но, в принципе, они для работодателя все на одно лицо практически. И, что самое главное, ну, работодатель не очень доверяет дипломам, которые видит человек, вот он отучился где-то, он не знает, насколько, может быть, хорошо человек это все как-то усвоил. Поэтому, в действительности, вот такого, чтобы ты мог в России как-то вот какие-то отдельные вузы там вырвались за последнее время вперед, ну, скорее нет, скорее произошла, как бы, Казанский университет, он же не вчера стал хорошим, правильно? Он давно хороший. Вот он и хороший. Про него все думают, вот, Казанский университет, там, наверное, хорошо человек получился, да? А рядом, может быть, университет, где не хуже преподают, но, поскольку никакого развлечения у работодателя нет, он будет думать, что, наверное, это не такой хороший студент. Хотя это совершенно не очевидно. И вот так же в отношении, в принципе, всей такой советской действительности во многом произошла такая гипсовая фиксация, что люди привыкли думать о каких-то вещах, что МГИМО, допустим, это хорошо, там, или МГУ, это хорошо. Ну, они так и думают. А такого, знаете, чтобы действительно за свои дела, преподавателей, за слугами своим университет вынесли там в первую тройку. Ну, где-то мы сейчас видим в 5 на 100, там, такие попытки предпринимаются, разные университеты себя по-разному показывают, но преподаватель пока не смог этого оценить. Вот. И причина, на самом деле, у этого очень простая, что у всего этого одна причина, что радикально изменился наш мир в результате компьютерных технологий. Вот я делал свои первые проекты в 97-м году, в 96-м. И я помню, что самые популярные сайты были сайты рефератов. И, на самом деле, во многом они рост интернета первоначальный обеспечивали, потому что молодые люди освоили компьютерные технологии гораздо раньше, чем преподаватели. Поэтому преподаватели долго-долго-долго читали работы, которые не писали их студенты. И даже не подозревали об этом, потому что они не знали, как легко студентам, на самом деле, найти какой-нибудь реферат и сдать его. И в результате, не только в России, но в других странах, выросло несколько поколений людей, которые, в принципе, не имеют никакой привычки читать книжки, потому что они привыкли покупать или где-то в интернете брать письменные работы. И они таким образом избежали возможности, в принципе, за время своего образования разобраться в чем-то. То есть отчаялись еще на стадии обучения, в принципе. Да? Понять, что происходит. Поэтому, значит, давайте я вам просто картину происходящего опишу, чтобы вы понимали, в какой, значит, в какой страшной яме оказалась наша Родина, да? Смотрите, значит, в 2005 году, антиплагиат говорит, каждый второй диплом был фальшивый полностью. То есть это был какой-то диплом, который сдавался второй раз. Он, в нем все было как раньше, только титульная страница менялась, да? Сейчас они говорят, ситуация стала лучше. В прошлом году каждый третий диплом левый, да? Это значит, что, ну, он уже не сдается так нагло, просто не то, что кто-то продал чей-то там другой диплом, наклеил на него сверху свою фамилию. Нет, немножко сложнее. Это компиляция, сделанная так, что там что-то антиплагиат может быть находит, что-то не находит. То есть, конечно, прогресс есть, но, понимаете, это все равно огромные цифры. Мы посчитали, что за последние вот 20 лет с высокой степенью вероятности мы где-то между 12 и 20 миллионов человек произвели, у которых, в принципе, нет тех навыков и тех способностей, которые мы должны были им дать в процессе обучения. Я раньше думал, что этих людей нет образования, у них нет специальности. Я ошибался. У них есть образование, у них есть специальность. Это качественные, дипломированные специалисты по классификации отчетности высшего класса. Их в нашей стране от 12 до 20 миллионов человек. Когда вы идете к врачу, хотите полечить зуб. Когда вы идете к адвокату, хотите судиться с кем-то. Когда вы идете в полицию, хотите на кого-то, значит, написать, чтобы там кто-то нашел кого-то и так далее. Вы с высокой степенью вероятности встречаетесь с кем-то из этих людей. Разумеется, они вам ничем не могут помочь. Они вам, в принципе, ничем не могут быть полезны, поскольку, как мы уже выяснили, большая часть из них сдалась еще в момент, когда они проходили обучение. Они сделали для себя определенные выводы, что жизнь непознаваемая, этот мир слишком сложный, но отчетность легко купить или сделать. Поэтому все, что могут сделать эти люди, это бесконечные левые дела, ни в чем не повинных людей. Это бесконечные схемы, как вывести какие-нибудь деньги из бюджета. То есть они, как правило, берут какие-то очень простые задачи, которые объективно необходимы. Например, я хочу заработать денег. Простая и понятная задача. А дальше, как бы, мир, в принципе, непознаваем. Хорошо это или плохо, это, как сказать, за рамками находится такого сознания. Но зато известно, как эту ситуацию проложить правильной отчетностью. Поэтому значительная часть проектов, в том числе государственных, которые сейчас реализуются, они либо сделаны с участием таких людей, поэтому они стоят намного дороже, обычно в конце, чем заявлено в начале. Это в лучшем случае. Я не говорю про стадион «Зенит», где трава не растет, да? Но, как бы, в принципе, это обязательно, где-то обязательно есть такой человек, вот, например, как строилась Олимпиада. Ведь эти люди действительно сделали карту земли, на которой размещались олимпийские объекты. Потому что, ну, они думали, Владимир Владимирович решил сделать землю Олимпиаду в Сочи. Он сошел с ума. Никогда не будет никакой Олимпиады. Дайте ему просто списанный реферат какой-нибудь. И была эта карта, я ее видел сам своими глазами. И я видел, как сильно она отличалась от той карты, по которой строителям реально приходилось строить олимпийские объекты. Никто из строителей не заработал, короче. Они все попали. Потому что трамплин стоит в селе, допустим, и так далее. Там 50 метров сваю забивают, она так, и уходит. И следующую. И они все туда-куда-то. А там бездна. Да? И такая же бездна, значит, и здесь. Поэтому как с этим бороться? С этим нужно что-то делать. Потому что до тех пор, пока у нас такая ситуация, в принципе, никакой надежды как бы и нет. Потому что с этими людьми очень сложно. Понимаете, их как много? И с ними очень сложно работать. Потому что в наше время расстреливать, значит, нельзя, да? Такие большие группы людей. Значит, это мы не можем использовать. Значит, какие-то должны быть другие способы. Других способов тоже нет. Потому что как только их начинаешь ловить на чем-то, а их все время кто-то ловит. Появляется вот эта вся умножающаяся система отчетности, с которой при этом они филигранно готовы справиться. В отличие от тех людей, которые действительно чем-то занимаются. Для которых эта отчетность, это чудовищная нагрузка, которая от всего отвлекает. Поэтому получается, что жулики ловят жуликов в каком-то смысле, да? Как бы о реальных делах все меньше и меньше делается. И с этим можно справиться двумя способами. Во-первых, нам нужно вернуть все-таки в высшее образование способность людей к письменной речи. И восприятие письменной речи. То есть люди готовы, понимаете, люди, которые прочитали кучу книжек, они потом и документы усвоить могут. Причем довольно быстро. Больше того, они не только их могут прочесть, боже мой, они их поймут. И даже они могут что-то написать. И даже им не надо покупать это у кого-то, чтобы оно было переделано и чье-то другое. Потому что так им привычно. Они могут совершенно спокойно сами сформировать свою точку зрения, опросить специалистов, сделать правильные ссылки на источник, обосновать свою позицию, быть способными ее защитить. И, боже мой, если у них что-то не получится, они же потом даже запомнят, в чем была проблема. Может быть, даже напишут об этом научную статью, книжку, дадут интервью. Да? Или, по крайней мере, качественно ответят на вопросы следователя. Правильно? Значит, поэтому у нас два есть способа, как мы хотели бы с этим разделаться. и, в принципе, у нас есть надежда, чтобы наша цель близка. Значит, первый способ, очень простой. Для начала, чтобы остановить эту систему бесконечной фальсификации, нужно защитить права тех людей, которые сами делают свою работу. Потому что сейчас, вы знаете, когда работа не публикуется, самая большая проблема стоит в том, что никогда нельзя толком доказать, что не ты украл, а у тебя украли. Потому что вот в одной электронной библиотечной системе этот диплом лежит, он твой, в другой библиотечной системе этот диплом лежит, он ее, в третьей библиотечной системе с небольшими пометками этот диплом лежит примерно в одно и то же время, он еще чей-то третий, а все три, может быть, дипломы написаны в одной компании, которая базируется в Казани. Вот у меня был студент, который несколько миллионов долларов заработал на продаже рефератов на заказ в Америку на английском языке. То есть, никогда не знаешь, кто где пишет эти рефераты. Вот некоторые люди такие наглые, которые занимаются этим бизнесом, вы даже себе не представляете. Они приходят в инвестиционное агентство и говорят, у нас потрясающий стартап. Мы сделали гениальный, умнейший стартап. Мы за студентов пишем их работы, дайте нам инвестиции, мы будем масштабировать наш бизнес. Но масштабировать его некуда. За последние пять лет оборот составил от 15 до 30 миллиардов рублей у этого бизнеса. Потому что все эти работы левые кто-то пишет. Большая часть за деньги. Вот. Поэтому второй способ, значит, кроме открытой публикации всех работ, что крайне важно, потому что, во-первых, это создает основу для... Люди начинают понимать, что такое научная коммуникация в открытом доступе, тогда, когда они еще свежие, восприимчивые, и когда они легко могут освоить эти навыки. Они совсем не такие сложные. Просто один раз это нужно понять, как это делается, и потом собирать плоды. Невероятные плоды грамотности и учения. Да? И вторая вещь, это конкурсное трудоустройство. Потому что, вот когда мы, этот проект согласовывались со всем начальством, значит, нам помощник президента Фурсенко сказал, ну, не надо просто ограничиваться утром стрелецкой казни. Это слишком такой убогий жанр. Сделайте какие-нибудь способы, чтобы можно было студента все-таки мотивировать, чтобы они хотели писать лучше. здесь мы, конечно, сразу начали спорить, потому что мы сказали, ну, для поколения социальных сетей лучший способ захотеть писать лучше, это сделать так, чтобы все друзья потом увидели их работу. Тогда уж они плохо записать точно ничего не могут. Потому что они опозорятся, они будут знать, что они опозорятся. Это для людей сейчас репутационные механизмы очень много значит. Но, должны быть и другие механизмы, как социальные лифты. Например, когда работодатель говорит, мне нужно, чтобы кто-то из студентов поднял, разработал вот эту тему. Я много людей так на работу брал. Даешь человеку тему для курсовой или для диплома, человек хорошо в ней разобрался. Сделал концепцию, сделал презентацию, сделал проект. Как его не взять потом на работу, если он уже понимает, вообще о чем речь. Это же так логично, очевидно. Поэтому эта идея фурсника нам очень понравилась. Мы занимаемся этим проектом уже пять лет. За это время я посидел. Частично. Вот. Значит, с чего начался этот проект? Плавали по речке Волги, где-то рядом, с агентством стратегических инициатив. Значит, там был представитель из Министерства образования и науки. Такой заместитель министра был, замечательный. И был Дмитрий Песков. Такой, я тоже думаю, вы знаете. Из агентства стратегических инициатив. Руководитель направления молодые профессионалы. Мы все эти темы обсуждали. И я, значит, этому Игорю Федюнину предложил. Давайте мы опубликуем все дипломы. А он свежий был такой. В Минобре. Он только из Америки приехал ученый. Хороший. Занимался как раз развитием научной коммуникации в том числе. И он, представляете, мне сказал, да, давайте это все сделаем. Я своим ушам не поверил. Но я подумал, как здорово все-таки. Я его спрашиваю, а вы как хотите? Вот что хотите, мы вам от МГУ бумажку напишем. Или, может быть, вам от Ассоциации интернет-издателей какое-нибудь предложение сделать. Или от агентства стратегических инициатив может быть как-то вам помочь. Вам водичка нужна, по-моему, да? Держите. Ну, возьмите. Вот. Или что-то еще такое. Вот. И он говорит, нет. Он говорит, нет, ну, делайте, что хотите. Мы вообще любим давление. Он мне сказал. Да? Любят они давление. Ну, хорошо. Значит, мы сделали проект в агентстве стратегических инициатив. И у меня была возможность. Я тогда встретился с Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Которым очень... Вы знаете, Медведев, он отличник. Он сам свои тексты научные пишет. Он действительно читает все эти вещи, которые подписывает. Ну, то есть, редкий тип вообще в нашей реальности. Его, конечно, как всем отличникам, как Кириенко, там уже, там, не знаю, Володин, в принципе, им всем, конечно, противно все, что вот это происходит, потому что, как бы, думают все в итоге, что начальство дурное, да? А, на самом деле, начальство работает в условиях, когда между начальством, как бы, и любым реальным делом находится гидроизоляция из идиотов, которая, в принципе, представляет собой некий непробиваемый слой людей, способных производить вообще любую отчетность. Вообще любую. Потому что они никак не связаны с необходимостью находиться в реальности. Они еще на стадии образования усваивают, что отчетность производится недорого, как бы, она бывает любая, в принципе, закрывает любые проблемы. Вот мантра, как бы, для этого поколения жуликов, да? Значит, соответственно, Медведев подписал поручение, по которому в 12-м году, еще в 12-м году, было принято решение опубликовать дипломы и диссертации. Но, вы знаете, диссертации действительно опубликовали сразу почти, там, один замминистра сел, там, то ли в СИЗО, то ли в тюрьму, быстро закрутились колесики, ученые были готовы, сразу приняли все необходимые документы. За 4 месяца до публикации, теперь каждый, кто хочет защитить диссертацию, должен ее вывесить. Ну, там, может быть, другие положения у тех университетов, которые сами выдают степень. Но, по крайней мере, в 12-м году это все решилось без всякого, в принципе, вот только Медведев дал поручение. Получилось фантастически. Да, сразу какие-то результаты, нам даже ничего делать не пришлось. Но с дипломами совсем по-другому все было складывалось. Миноборнаухи сделала специальную, значит, дорожную карту. Потом, как только ее утвердили в открытом правительстве, расформировали департамент, который должен был этим заниматься. Но, к счастью, вот наша ассоциация интернет-издателей продолжила, в принципе, этим заниматься, потому что, ну, нам отступать-то некуда, мы пошли к Медведеву, нам дал поручение. Что же мы, бросать будем, что ли, это дело? Потом, значит, еще Владимир Владимирович Путин нас поддержал тоже. В 2013 году наблюдательный совет Агентства стратегических инициатив утвердил наш проект, что дало нам тоже потрясающе разные возможности для влияния. Потому что теперь, вы знаете, я вхожу тоже в Совет по правам человека при президенте. И каждый раз, когда я вижу Владимира Владимировича, если мне удается рот раскрыть, я ему начинаю рассказывать, как двигается реализация его поручения. Потому что он тоже уже успел дать поручение. И если вы думаете, что это имеет какое-то значение в Российской Федерации, когда начальство дает поручение, то я вам говорю, я пять лет частично посидел, но вы по-прежнему, я вам рассказываю это, и вы по-прежнему не знаете, правда это или нет, потому что вас это еще не коснулось. Но я надеюсь, коснется. Вот. И в итоге, в итоге, значит, меня стал возить Рособорнадзор по всяким региональным мероприятиям. Там тоже были изумительные всякие сценки. Потому что ректор и проектор, они слушают меня, они не знают, верить мне или не верить. Потому что я вот эти все вещи говорю, про начальство говорю, про все. А время идет, и ничего не происходит. Но, на самом деле, все-таки Министерство образования и науки сделало 636-й приказ, вы знаете, они нас не послушались. Значит, мы предлагали опубликовать все дипломные работы. И у нас на это был и проект, и документы. Я считаю, что можно было столько миллионов людей спасти. Потому что в 2012 году мы это предложили, еще пять лет это все продолжается. Каждый год примерно 300 тысяч жуликов дополнительно. Я имею в виду даже не то, что это жулики какие-то. Это просто люди, у которых есть диплом, который не подтвержден никакими знаниями. И это экономика по производству этих всех работ. Вот. И так далее. Ну, значит, сейчас вот действует 636-й приказ. Он сделан гораздо более осторожно. Как он сделан? Вот этот приказ коснулся всех. И он имеет совершенно катастрофические последствия. И никто даже об этом не догадывается. Потому что это наш маленький образовательный закон Яровой. Это значит, что все ходы записаны. Вместо того, чтобы опубликовать эти работы, чтобы их просто больше никто никуда не цитировал. И чтобы их цитировали, но не копировали. Потому что это бесполезно. Потому что они когда опубликованы, их все видят, их все знают. Вместо этого, значит, дипломы спрятаны везде. И они по-прежнему одни и те же сдаются в разных вузах. Но теперь все ходы записаны. И теперь, когда Рослабринадзор в любой момент захочет проверить все работы относительно других, выяснятся какие-то совершенно жуткие вещи. Совершенно прогнозируемые выяснятся. И больше того, это известно было заранее, что так и будет. Поэтому сейчас, ну, на самом деле, сейчас у нас начинается другая уже история. Вот. И вот у нас, например, действует проект «Научный корреспондент». И когда Владимир Владимирович в очередной раз, мы после встречи, я сказал ему, что опять, значит, у нас не получается все-таки ничего, кроме Санкт-Петербургского университета, там еще парочка вузов, там никому, может быть, до сих пор не интересно. Ну, тогда закрутились колеса, наконец. Значит, и в очередной раз вся эта история привела к тому, что нами отчитались. Поскольку мы, в отличие от Министерства образования и науки, смогли выполнить всю дорожную карту и создать все необходимые условия для того, чтобы производить в России публикацию дипломных работ. В частности, мы создали специальный портал «Научный корреспондент», проработали все вопросы, связанные с правовым оформлением этих работ. Мы с рядом университетов прошли весь путь по публикации, нашли все подводные камни. И, соответственно, более-менее мы представляем себе сейчас, что на самом деле это значит, публиковать свои работы. И поэтому любому вузу, который хочет защитить своих студентов и стать лучше, мы всегда очень легко объясняем, как избежать проблем. Потому что, с нашей точки зрения, пока ты не публикуешь работы, ты находишься в адском риске. Потому что, во-первых, студенты гораздо меньше мотивированы делать хорошую работу. Я проще всего это объяснить на журналистах. Вот, представляете, журналист сидит, пишет статью. Старается, да? Вдруг мама прочитает, да? А тот же самый журналист сидит и пишет черновик, который никто не увидит никогда. Чувствуете, какая разница большая сразу, да? Насколько разные будут, в принципе, эти два документа. Вот так же вузы, когда они пошли по пути, или там задумались, но не сделали этот шаг, публикация дипломов, пропустили. Но мы сейчас все это отыграем очень легко, потому что на самом деле, сейчас, может быть, здесь в этой презентации тоже есть слайд. Наташа, хочешь что-нибудь добавить? Нет? Нужно здесь что-нибудь еще сказать про... Ну, сейчас, по сути, действуют две схемы публикации. Сейчас, с одной стороны, есть группа вузов, с которой мы работаем, которые нам отдают свои работы. Мы сейчас даже не цепляемся. Все работы, лучшие из работ, магистрские там, или, ну, как правило, как бы стараются, чем больше, тем лучше отдать, потому что это очень выгодно и полезно. Потому что единственный в 21 веке способ защитить свои права, это открыто опубликовать в открытом доступе свой документ, так, чтобы Google его запомнил, Яндекс его запомнил, Антиплеят его запомнил. И тогда уже не нужно ничего так сильно, может быть, доказывать, да? Но точно так же студенты из любых вузов, в том числе тех, которые ничего не публикуют, тоже могут публиковать в научном корреспонденте и делают это. И курсовые, и рефераты, и все на свете. И, конечно, мы сейчас сосредоточены уже больше на следующих этапах этой истории, а именно на продвижении, собственно, культуры научной коммуникации этой практики, на содействии вузам в организации конкурсов и на проведении своих конкурсов среди тех работ, которые публикуются, чтобы это все было поинтереснее, поактивнее. И на том, чтобы все-таки эта картинка ожила. Вот сейчас, значит, два есть у нас способа, которые мы можем рассказать, как это делается. Мы прошли весь путь в СПБГУ, который был первым из тех, кто стал с нами работать. И для меня это было очень важно, что один из национальных университетов решился все-таки в полной мере использовать это. Потому что я, в принципе, в МГУ прошел этот путь тоже на своей кафедре. На двух факультетах в МГУ как бы принято решение о публикации работ. Но вот у нас в МГУ сложнее это реализуется намного. В СПБГУ ректор, я из-за этого стал советником ректора, тоже Кропачева, намного резче к этому подошел. Я считаю, что он в этом смысле может быть больше сделал интересного для своего университета. Он дальше, правда, пошел еще дальше, может быть, чем мы советовали. То есть вы знаете, что в Санкт-Петербургском университете очень строгая система защит. Там, в принципе, в ГАКах работодатели. То есть студент, когда защищается, это очень сложный такой вопрос, на самом деле. Да, это многие преподаватели вот со мной согласятся, что это неоднозначный вопрос. Неоднозначный. Но из этого есть выход. Если кафедра является работодателем, если кафедра ищет себе магистров, соискателей или аспирантов, конечно, представители кафедры тоже должны присутствовать на защите. Потому что, в принципе, рекрутинг потрясающий. Если человек пошел на защиту, там защищается кто-то интересный, конечно, шансы у этого человека получить предложение, попасть на практику, стажировка очень высокая. Да, ну вот мы, соответственно, работаем во взаимодействии с правительством, с Росвобранадзором, с Министерством образования и науки и с Агентством стратегических инициатив, которому мы, на самом деле, невероятно признательны за то, что они нас поддержали в самом начале, когда вообще это выглядело как сумасшедшая какая-то утопия. Хотя это очень простое и понятное решение, абсолютно очевидное и необходимое. Но такова система, такова инерция нашей ситуации, что, к сожалению, потребовалось 5 лет невероятной интенсивной работы и куча финансирования от Российской Федерации, чтобы все это могло, в принципе, случиться. Следующий слайд. Может быть, нет, не хочешь? Ну, смотрите, я тогда... Здесь сидит Наташа Трищенко, это координатор, собственно, проекта, научный корреспондент, и она тоже главный редактор научного корреспондента, частного корреспондента. Она мне подсказывает, что я должен рассказать тоже о наших последних успехах. Но действительно, у нас очень серьезно сейчас изменилась ситуация, потому что сейчас на правительство в очередной раз, значит, у нас была, у меня очередная встреча с Медведевым, он дал очередное поручение. На этот раз у Медведева тоже, по-моему, терпение лопнуло. То есть поручение очень простое, что начиная с этого учебного года, все-таки публиковать дипломы всех магистров и специалистов во всех вузах. И, кроме того, там есть такая часть, которая связана с уничтожением просто этого бизнеса по изготовлению фальшивых работ. То есть там эта операция по уничтожению, она будет из двух этапов. На первом этапе будет отменена реклама. Я в Казани видел наружку, кстати. Это единственный город в России, где я видел наружку. Курсовые, рефераты, дипломы. Вот именно, я вам очень благодарен, дорогие жители Казани, потому что из-за этого это надоумило меня все-таки дожать эту тему, потому что мы давно бились за то, чтобы отменить эту рекламу, но я когда увидел, что это на наружке, я понял, вы понимаете, у меня выпускающая кафедра. У меня просто сердце кровью обливается. Это чистая эмпатия. Мне не жалко, что ребята деньги зарабатывают. Я просто знаю, что каждый человек, который пошел, срезал угол, сам себя обокрал. И это наше, получается, недосмотр. А досмотреть невозможно за всем этим, потому что если у нас нет специальных инструментов, если, понимаете, это очень трудно. Если работа не публикуется, очень легко ввести в заблуждение, потому что один взял другую, система не поймала и так далее. Поэтому, но, как Фурсенко нам сказал, мы стараемся, мы работаем, и мы в первую очередь делаем всевозможные конкурсы, чтобы не просто студентов обязать что-то, но чтобы у студентов была мотивация тоже написать какую-то интересную работу. Хотя мы считаем, что здесь большая часть работы на стороне вузов, конечно. Поэтому путь в профессию, вот у нас такой вот есть конкурс, это проект, который мы делаем с агентом стратегических инициатив. Значит, это общий такой конкурс, да. Есть там пять направлений национальной технологической инициативы, пять направлений, знаете, НТИ. Вот компании, которые делают национальную технологическую инициативу, они, в принципе, могут брать на практику, на стажировку людей, которые пишут на тему технологических барьеров НТИ. По пяти направлениям вместе с ОСИ у нас идет система конкурсов. Значит, у нас есть конкурс полярная инициатива, то есть все, что связано с арктическими исследованиями, с северными исследованиями, да. У нас есть наш общий конкурс среди всех опубликованных работ с денежными призами, между прочим, мы действительно их платим. Вот. И, конечно, мы ждем, что будут еще всякие другие конкурсы тоже. Что там у нас еще? Ну, понимаете, все-таки, если бы это было просто такое, знаете, вот хочется навести порядок в системе образования, поймите, пожалуйста, зачем это нужно. Мы начали с того, что у нас потеряна память. Больше того, в 20 веке мы не получили критическую массу знаний, в том числе мы не знаем так много из международных исследований. Мы не знаем так много из современной литературы, потому что мы находились в искусственно закрытой ситуации. Очень мало до нас всего долетало. Поэтому эта проблема с плагиатом, она не то, что, знаете, я вот всегда хочу, чтобы вы понимали, что нет никаких крайних, нет никаких плохих. Просто люди адаптируются к той ситуации, которая есть, как они могут, с максимальным для себя каким-то выигрышем. Значит, что я имею в виду? Я имею в виду, что когда нет никаких знаний и нет доступа к знаниям, потому что нет памяти, нет доступа к хорошим источникам, на русском языке нет книжек и так далее и тому подобное, а что им делать? Конечно, все будут списывать. Но я предлагаю просто здесь развернуть причинно-следственную связь и воспользоваться системой образования как инструментом, потому что бы наверстать это отставание. Потому что, если студенты, наоборот, миллион человек в России каждый год пишут, по сути дела, каждый пишет свою цифровую книгу. Каждый. На любую тему. Студенты, есть время почитать интересные статьи. Давайте дадим доступ к ним. Тогда люди смогут каждый год перерабатывать, вырабатывать какие-то знания, они каждый год будут фиксироваться. Во-первых, каждый год будет лучше, чем предыдущий, а следующий будет еще лучше, потому что у них будет все больше и больше знаний и информации. Во-вторых, в процессе, когда люди хотя бы будут реферировать какие-то современные источники, современные книжки, они так или иначе будут входить в оборот. Люди, когда будут искать в поисковых системах, они хотя бы будут в реферате находить информацию об этом источнике. И дальше они могут переводить, дальше они могут залезать глубже. Конечно, антиплагиат уже открыл такую функцию, вы знаете, с английского языка они ищут теперь плагиат в переводах. Поэтому не надо просто брать и переводить книжки иностранных авторов, искусство научной коммуникации в открытом доступе состоит в том, что можно использовать, безусловно, нужно использовать чужие достижения. Нужно опираться на другие исследования. Просто их нужно цитировать. И на них нужно ссылаться. Вы знаете, это самый простой способ, как я в аудиториях всегда создаю такую смешную ситуацию. Я спрашиваю, а сколько процентов у студентов, сколько процентов некачественных заимствований может быть в работе? Сколько их может быть? И значит, все начинают мне говорить, как в вузах, в вузах есть показатели 20% оригинального, 50% оригинального текста. И мне все начинают студенты говорить, ну 20-30% неправомерное заимствование, ничего страшного. Но вы понимаете, что есть закон об авторском праве. И в принципе, если человек доказывает, что ты ему нанес ущерб на сумму больше 100 тысяч рублей, это уголовка. Поэтому, конечно, в работе не должно быть ни одного факта, ни одного случая неправомерного заимствования. Это очень сложный, большой, серьезный вопрос. И это та ловушка, в которую я хочу, чтобы вы ни в коем случае не попали. Это очень важно. И самый лучший способ студентов уберечь от этого, это объяснить, что работа будет опубликована и что она будет проверена. Тогда люди действительно серьезно к этому относятся. Поэтому мы сделаем еще всякие разные проекты. Например, мы, ну, наша главная цель, конечно, мы хотим, чтобы память вернулась. Мы хотим, чтобы все знания, которые существуют, были доступны. Поэтому мы собираем их. Есть такой проект, у нас был тоже, у нас был федеральный финансированный, назывался, из Российской Федерации, назывался «Ноосфера запуска». Мы сделали Федеральную резервную систему банков знаний. Вот. Как она устроена? Вот сейчас там миллион с чем-то произведений. Мы взяли и сделали систему, которая объединила большую часть просветителей таких людей с крупными банками знаний, каждый из которых дал нам возможность идентифицировать свои произведения, которые там лежат. Мы изучили их правовой статус, и мы внесли их все в реестр, и сами произведения реплицировали, сделали с них копии, чтобы они ни в коем случае никогда не пропали. И теперь те произведения, которые находятся в общественном достоянии, и те произведения, которые опубликованы под открытыми рецензиями, по сути, они спасены. Вот эти три функции, которые мы делаем. Мы идентифицируем произведения, мы их реплицируем, и со следующего года, я надеюсь, мы будем предлагать версификацию. То есть, нашел ошибку у себя где-то в статье, там, и так далее, в книжке своей, вторую редакцию хочешь выпустить, пересохранил ее в своем банке знаний, и везде внеслись изменения. Правильно? Мне кажется, это очень важно. Вообще, многие люди говорят, что мы сейчас движемся, знаете, как в эпоху искусственного интеллекта. Но искусственный интеллект уже с нами, мы просто иногда даже не замечаем, как он работает. Например, когда смотришь ленту Фейсбука, ее же составляет искусственный интеллект для нас. Или когда ищешь в Гугле, в Яндексе. Правильно? Это же тоже, на самом деле, искусственный интеллект. Или на любом сайте смотришь, тебе предлагают, значит, бесплатно, или там дешево дипломы, там, на заказ. Это тоже искусственный интеллект предлагает, который изучил твои привычки, твои склонности, кто ты, значит, что ты ищешь. Мне почему-то предлагают, но я занимаюсь этой темой. Наверное, считают, что мне тоже может понадобиться. Но, тем не менее, у меня есть один из любимых тоже моих теоретиков, говорить не об искусственном интеллекте, а о коллективном разуме. И вот, собственно, это то, на чем я хотел, может быть, по-настоящему проакцентировать, и, в принципе, на этом можно уже было бы и остановиться. Знаете, вот у нас был такой мыслитель Вернацкий, который говорил о том, что, возможно, ноосфера, что есть биосфера, геосфера, биосфера. Ноосфера, как такое общество знания, такая эпоха, когда информация будет самым главным научным знанием, будет и так далее. Ну, а Пьер Леви говорит о том, что благодаря новой системе электронных коммуникаций формируется инфраструктура, которая способна образовать некий коллективный разум. Так вот, чтобы этим коллективным разумом воспользоваться, вы знаете, чем отличается разум от сознания. В сознании находятся самые разные факты, все, что угодно может находиться в сознании. Но, когда появляются вот эти, скажем так, верифицированные, надежные факты, когда с ними идет какая-то логическая работа, да, когда на это на все можно положиться, это уже как разум становится. Вот так же и сейчас наш интернет. Наш интернет такое коллективное сознание. Знаете, частица стала волной, и вот она волнуется, ищет свои берега. А нет никаких берегов, это просто электричество. И нет личности никакой. А есть вот этот, как бы, постоянный обмен сообщениями, очень высокий уровень коммуникации, очень высокая скорость, на которой спасают только очень серьезно воспитанные навыки работы с информацией. Только тогда на этой скорости ты, в принципе, способен нормально, качественно что-то соображать, оперировать. Что же будет с нами, если наш разум так и останется непросвещенным? Если наш коллективный разум находится в иллюзиях, если мы не знаем фактов, если у нас нет доступа к научному знанию, к научной информации, понимаете меня? Но при этом он работает как коллективный разум. Он, получается, все равно не может найти решение ни одной проблемы толковой. Понимаете? Потому что он начинает как-то там вибрировать наш коллективный разум на какую-то тему, а реальных ответов произвести не может. Потому что в той массе средней, которая там обращается, огромное количество людей в принципе не знает фактов, не обладает навыками работать с источниками, не может как бы по источникам раскопать, где какая находится экспертиза. Понимаете? Не может разобраться ни в чем. Поэтому на самом деле наша надежда вся в том, что нам все-таки в итоге удастся каким-то образом произвести какие-то несколько поколений грамотных наших студентов и выпускников, которые во всем этом смогут качественно разобраться и которые в процессе своей учебы, в процессе своего профессионального роста и научной работы смогут воспроизвести все эти знания в том числе в отреферированной форме, в том числе в форме своих опубликованных квалификационных работ. Смогут все эти знания каким-то образом перевести хоть как-то в открытый доступ, чтобы наш коллективный разум стал умнее. Есть ли какие-то вопросы у вас? Светлана Шахидинова, заведующая кафедрой журналистики. У нас есть ориентир на то, чтобы мы дипломы, выпускные квалификационные работы публиковали в электронном университете. Вот у меня вопрос чайника. Публикуем, если публикуем в формате PDF и даже не вопрос формата, а вот формат PDF он не высвечивается. Это закрытый ящик. Он не найдется и никто копаться не будет. Была ли это работа или нет? Это первая часть. И вторая часть. Если ты публикуешь в электронном университете, то это тоже замкнутые коридоры. Это я тоже знаю. То есть ты где-то там опубликовал, в каких-то аналах электронного университета это осталось, оно не высветится и не войдет в открытый доступ. То есть это та ситуация, которая не решает. Хотя я стопроцентно согласна, я вдохновлена и просто прекрасно. Спасибо большое сразу. Да, но одна из причин, по которой мы приехали, мы сегодня хотим подписать соглашение с Казанским университетом о том, что будет проходить публикация всех работ на научном корреспонденте. Потому что это то же самое, как с Петербургским университетом. У них тоже есть свой репозиторий. У них очень интересно сделано. У них, вы знаете, что они имеют право и пользуются этим правом выдавать дипломы своего образца. Они сделали QR-код в каждом дипломе. Если ты наводишь на QR-код телефон с этой программой или планшет, который видит QR-коды, разбирает их, он пробрасывает сразу на полный текст ВКР в репозиторий. Но при этом сам репозиторий сделан таким образом, что все-таки сложно поисковым системам находить. Поэтому они тоже пользуются нашими услугами. просто те работы, которые опубликованы у них, они также передают нам с тем, чтобы эти работы были на виду. И с нашей точки зрения это очень важно. Мы считаем, что в ближайшие несколько лет мы сможем заложить фундамент такого будущего развития для науки. И для нас очень важно, чтобы журналисты принимали большую роль в этом. Я бы, на самом деле, если есть интернет, я бы показал Вернский тоже, как это просто у нас выглядит, у меня на кафедре, мы... А мы видели. Да, ну просто, вы знаете, я просто много лет этим занимаюсь. И, честно говоря, первый раз я сделал это просто вообще за свой счет. Потому что, ну это не так дорого, это всего несколько миллионов было. Но для меня это было важно, потому что я делал Рамблер, там кучу других проектов. Но потом я обнаружил, что на самом деле в образовании ну все так же, как будто интернета нет. И поэтому мы сделали такой проект, называется Вернский. это как Вернадский без ада. Да, потому что он с интегрированной проверки на плагиат. И вот просто можем вниз чуть-чуть прокатиться. Если вам что-то интересно из новых медиа, из исследований, вот посмотрите, вот это дипломы студентов, которые защищались на моей кафедре. На моей кафедре нельзя защититься, если сначала не опубликовал диплом. Потому что в момент защиты я считаю выполнением требования публичности, что каждый членов комиссии может посмотреть полный текст и задать вопрос. Для меня это очень важно. Я бы хотел, чтобы везде так было, но это даже мне иногда не удается все это соблюдать, потому что пока что у нас более курсовые здесь публикуют. я в принципе своим преподавателям не советую, ну можно сказать запрещаю принимать работы в распечатанном виде или в виде на почту. Потому что студенты иногда присылают всякую левоту. Пока ты с этим начинаешь разбираться, это проверять, перепроверять, гораздо лучше, когда на платформе сразу видно, левак это или нет. Вот. Правда у меня антиплагиат тоже иногда отваливается, но даже само то, что люди должны в открытом доступе это публиковать, многих останавливает просто от халтуры. Вот. А так, видите, и научные статьи здесь, и тезисы, которые на конференции люди выступают, и презентации. Все это в открытом доступе. И это не просто так сделано. Это сделано потому, что это и есть научная коммуникация в открытом доступе. Вот многие жалуются. Издатели, значит, перекрыли кислород, не дают читать научные статьи. Ну, во-первых, всегда можно там у пиратов, к счастью, сейчас это все посмотреть. Вот. Но главное не в этом. Издатели не производят знания. Знания производят ученые. Как правило, там, где они работают. В ВУЗе, в Восстанинском институте, где-то еще. Поэтому смысл перехода научной коммуникации в открытый доступ не в том, чтобы все статьи научные обязательно сейчас же опубликовать в открытом доступе, хотя это тоже очень важно. Потому что это может быть очень дорого. а смысл в том, чтобы все, что производят ученые, происходило в открытом доступе. Кроме того, что тайна, подлежи патентованию, там, секреты какие-то. Вот этого всего не надо. Вот. И, конечно, можно было бы еще немножко рассказать про открытые лицензии. Ну, это такая вещь, которую, в принципе, вы можете тоже прочитать и в Википедии, и в нашем сборнике. А можно научкор открыть и показать наши исследования? Потому что вам дали листочек. Вы пишете там электронные почты, да? Уже у нас все. Ну, вот я вам покажу, как бы, где мы потом пошлем конкретный список каких-то вещей. Я просто вам покажу, в принципе, как это выглядит научный корреспондент. Вот смотрите, во-первых, вот как выглядит сам этот научкор, а вот как выглядит, да, видите, это популярные работы. Это значит, что есть определенный рейтинг. В зависимости от того, какие работы лучше читаются, их можно легко очень посмотреть. Они разные, в принципе, за разное время. Есть работы, которые можно взять в самую популярную работу у нас. Она уже не самая. А где она? Вторая. Вот на второй у нас, у нас, боже мой, у нас за два дня сменился лидер. Что там? Почему вдруг так стали читать этот первый? Я не знаю. А, это конкурсная работа, да? Ну, хорошо. Вот смотрите, у нас есть работа, которую мы сделали, наш методист Журфаковский, вот можешь на нее крикнуть? Называется «Моя эстетская работа», поскольку мы пропагандируем, что нужно самим это все писать, ну, очевидно, что мы должны методичку давать, правильно? Вот мы выкупили все права, я подчеркиваю, все права. Эта книга находится в режиме общественного достояния, как неохраняемое произведение. Если кто-то из вас, дорогие студенты, хочет заработать денег, можете напечатать эту книжку и продавать ее за 100 рублей и оставить себе все, потому что мы выкупили все права. Эта книга свободна. Можете ее переделать и сделать свое предисловие, свое послесловие, продавать за 150 рублей. Все равно никаких претензий от нас к вам не будет. Значит, почему? Потому что нам важно, чтобы эти знания распространялись. Поэтому мы их выкупили на открытых лицензиях на самой свободной лицензии общественной достоянии, CC0. Мы ее распространяем. Замечательный совершенно набор как бы обязательных вещей. Я могу порекомендовать, конечно, как писать диплом, значит, как зовут этого итальянца чудесного? Умберто Эко. Или что-то другое. Но это очень короткая, маленькая брошюра, которую мы сделали. Она в этом смысле помогает человеку осознать, где какие сложности и так далее. И последний лайфхак, я хочу сказать, собственно, их два еще. Вот что касается высшего, вот как я это стараюсь делать. Я стараюсь сделать четыре конкурса, начиная с третьего курса бакалавриата и начиная с первого курса магистратуры, аспирантуры. Мы стараемся делать так, что конкурс рефератов и обзоров литературы, это пятый семестр, или первая магистратура, да? Конкурс курсовых, ну или какие-то курсовые на тему будущего диплома. Потом, значит, это шестой семестр. На седьмой семестр конкурс научных статей можно в соавторстве с руководителем. И на восьмой семестр, собственно, конкурс дипломов. Тогда люди, не замечая того, студенты сами, в принципе, делают очень хорошие какие-то исследования, неполные работы. Победителю. Победителю? Ну, в зависимости, мы считаем, что самый лучший приз, знаете, какой сейчас? Нет, самый лучший приз это бесплатное соискательство. Потому что многие люди, которые, в принципе, приходится работать, сейчас уже в аспирантуре сложно, там нужно учиться, приходить куда-то. Поэтому мы считаем, что нужно продвигать такой инструмент, как бесплатное соискательство, чтобы люди, которые работают, я всю жизнь, я с 14 лет работаю, если бы аспирантура была такая, как она есть сейчас, я бы не смог закончить ее. Поэтому я считаю, что очень важно людям, которые профессионально себя реализуются, дать способ тоже участвовать в академической жизни через бесплатное соискательство, через какие-то палеотивные формы, но чтобы они именно получали это за свои письменные научную коммуникацию, работы, потому что тогда мы можем знать, что они имеют хотя бы шанс написать диссертацию тоже. Потому что вот как они хорошо пишут, вот они чем-то занимаются, у них есть материал. Поэтому здесь есть книжка, которую я хотел еще вам, Наташа ее уже открыла, это замечательно, называется «Прозрачная система образования». Вместо предисловия там письмо «Голодец», которое Путину отчитывается, что мы хорошо работаем. Значит, есть там предыстория всякая, есть анализ исследований, которые в России сделаны по тому, который я вам как раз в презентации давал пример, есть описан опыт, как Санкт-Петербургский университет справился с этим. Потому что там, вы знаете, это не совсем элементарно, к сожалению, потому что авторское право никто не отменял. То есть, либо студент должен сам, как в БЛГУ, в электронную форму загружает, ставит галочку и тогда разрешает публикацию на сайтах третьих лиц, на открытых лицензиях. Либо опыт СПБГУ, там юристы, они подписывают со всеми какую-то бумажку. Мы считаем, что лучше, чтобы это в договоре на образование, ну, как вот студент поступает, чтобы это сразу уже было. Потому что, с нашей точки зрения, публикация – это выполнение требования публичности при защите. И поэтому, это может быть частью как бы общего базового контракта. Ну, здесь уж, так сказать, вы сами можете почитать, сделать свои какие-то выводы. Вот есть законопроекты, значит, там же тоже про запрет рекламы, о котором я говорил. Вот. И здесь же, вы видите, есть другие наши книжки, потому что, когда мы, по крайней мере, стараемся следовать тому, что мы говорим. Когда мы продвигаем научную коммуникацию в режиме открытого доступа, мы те исследования, которые мы сами делаем, публикуем на открытых лицензиях в режиме открытого доступа, чтобы было хотя бы понятно, что мы имеем в виду, когда мы к этому призываем. Вот Российская Федерация нам заплатила за эти исследования. Ну, что, мы их будем зажимать, что ли? Мы их сделали для того, чтобы их прочли. Чтобы их результаты каким-то образом стали известны, чтобы они разошлись. Вот они все опубликованы. Если какая-то из этих книжек вас заинтересует, пожалуйста, опять-таки, большая часть из них, или там, некоторые из них, изданы таким образом, что наш издатель в Екатеринбурге их допечатывает сам сколько хочет и сам продает. у нас нет, и не может быть никаких претензий, потому что мы все освободили. Вот. Может быть, еще какие-то вопросы? Почему вот эти три университета были выбраны? Санкт-Петербургский, Белгородский, по-моему, и Крымский? Куда Крымский-то делал? Крымский испугался. Значит, у нас, у нас, им очень не повезло, потому что они, с одной стороны, оказались в первой группе, там, Крымский университет, вы знаете, его объединили. Он состоит из разных частей. И с нами подписала соглашение Таврическая академия, которая входит в Крымский университет. А потом там они стали как-то глубже друг с другом знакомиться внутри Крымского университета. А ректор оказался очень осторожный. И он сказал, что лучше мы не будем ничего. А хотя мы специально приехали, чтобы подписаться с ними. Но он сказал, что лучше мы ничего не будем. И это неудачная, на самом деле, для него история, потому что как раз сейчас принимают этот закон, который все равно придется магистра специалиста публиковать. Такая неловкая ситуация немножко получилась. Но ничего страшного. Я на самом деле мы как бы, как это сказать, я могу понять, почему он боится. Я могу, ну потому что Крымский университет. А специалистов почти не осталось? Ну, там сложности всякие. как бы, это, понимаете, это линия Минобра. Минобра старается сопротивляться, как только может. Я вот честно говорю. Потому что, с моей точки зрения, они ошибку делают. Но им так, как не кажется. Им кажется, что они, наоборот, более взвешенно, более разумно все делают. И они действительно являются заложниками ситуации. Как бы, это, условно говоря, не у меня, а у них 30% вузов, значит, 30% выпускников как бы отчитываются какой-то левотой. И, в принципе, там, когда просто, для меня это просто такой, знаете, вопрос, нужно спасать, как бы, страну. Ну, то есть, я не к тому, что там мне кто-то конкретно не нравится, что я за кем-то бегаю, что я кого-то хочу преследовать. Нет, я просто вижу, как бы, ну, так дальше не пойдет. Ну, то есть, чтобы что-то было хорошее, понимаете, вот когда говорят, что такое человеческий капитал. Вот такие все говорят у нас, человеческий капитал то, а я вам можно скажу, что такое человеческий капитал? Это так просто. Смотрите, у нас с вами есть культура, наша цивилизация, да, вот то, как мы ее знаем. И эти ценности культурные мы разделяем. Это часть человеческого капитала. У нас есть знания, и у нас есть доступ к этим знаниям, и мы знаем все это. И это тоже есть наш человеческий капитал. У нас есть навыки, то, что мы умеем, и это тоже часть нашего человеческого капитала. Так вот, скажите мне, если мы с вами не богатеем в нашем человеческом капитале, откуда возьмутся даже предпосылки к тому, чтобы что-то стало лучше? Ну, в принципе, человеческий капитал определяет все. Когда мы делаемся более культурными, то есть более сложными, более интересными, менее простыми, да, как-то у нас возникает потенциал определенный. Когда мы получаем доступ к знаниям, и учимся с этими знаниями обращаться, наш потенциал еще больше растет, потому что мы не просто крепко стоим на ногах, просто у нас голова не отвлекается, мы способны, как бы, да, на правильные ценности, направлено наше внимание, мы как бы крепкие, да, но мы еще и умные стали, мы знания все получили, да, и когда это все работает вместе с этой новой электронной системой коммуникации, со всем вместе, это создает невероятный как атомный реактор, который продуцирует инновации, диктует движение вперед, создает миллионы стартапов во всех направлениях, потому что люди настолько переполнены своими знаниями, они настолько упорядочены в своем сознании с помощью вот этих культурных ценностей, что люди просто действуют, и общество развивается, и только так оно и движется вперед, а общество, оно не развивается, когда все голодные, все нищие, как бы, и всем говорят, идите, сделайте инновации, и все такие, а можно поесть просто, да, ну как бы, так не бывает, общество развивается от полноты, от полноты чувств, от полноты знания, человеческий капитал, он как бы перехлестывает в будущее, и создает такое развитие, создает такой рост, никакого у нас принципиального изменения нет и быть не может, пока мы не станем просто богаче в своем человеческом капитале, вот, вы согласны со мной? Спасибо большое. Все, а вам, а вам, а вам я должен приз за лучший вопрос. Ой, пожалуйста, как здорово. Спасибо вам большое. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok